Приветствую вас. Я думаю, что, чтобы ответить на вопрос, который вы задаете, имело бы смысл быть к себе повнимательным? То есть, имело бы смысл лучше прислушиваться к себе, лучше и больше к себе прислушиваться, лучше и вполне себя ощущать, лучше вполне к себе относиться. Ну, я имею ввиду не бежать, как бежите, скорее всего, вы, а вот, как мне кажется, по крайней мере, что вы склонны к тому, чтобы бежать. Склонны к тому, чтобы убегать от своих чувств, от своих эмоций, от своих желаний, которые у вас возникают. Вот. Вы можете их, ну, к примеру, бояться, можете их, к примеру, ну, опасаться. Вот. Вы можете испытывать сыт, робкость, вот, стеснение, когда что-то такое чувствуете и когда чего-то такого хотите. Вот. Я бы сказал, что вы просто, ну, вот, свои чувства, что называется, подавили нам. Вот. И, соответственно, подавленность ваших чувств, она, вот, и проявляется в том, что вы не очень знаете, чего хотите. Здесь я, пожалуй, хотел бы затронуть один важный момент, как мне кажется. Важный момент. Вы говорите, что у вас есть ощущение такое, как будто бы у вас нет будущего. Подобные чувства, что у меня нет будущего, могут возникать и возникают, когда человек не принимает своё настоящее. Когда человеку сложно принять своё настоящее. Когда человеку оберегают в какой-то степени своё прошлое. Вот. И из-за этого у него создаёт ощущение, что нет будущего. Хотя, по факту, конечно же, это не совсем, правда. Вот. Ну, потому что, в будущих у каждого из нас всё же есть. Вопрос, да, в том, какое это будущее. Это правда. Ну, то, что будущее есть, у меня сомневаться не приходится. А вот, если вы подавляете что-то себе, к примеру. Да? Если вы что-то запрещаете, ну, себе, к примеру. Или если вы чего-то боитесь, к примеру, опять же. То ситуация может складываться таким образом, что то, чего вы, например, хотите, вы это по факту обесцениваете. Вот. По факту. Вот. К сожалению. Поэтому здесь я бы вот сказал, что нужно ориентироваться и смотреть именно на то, как вы себя ощущаете. Ну, вот, то есть, вот, как вы себя воспринимаете, я бы так вот сказал здесь. Вот. Ну, вот, вот.あ-а-а, вот, это было большое время Hosannaеварро это было, если быа-мbil obligerя. И так что-то и, а-а-а-а-а-а, ну, это было бы очень стремительно. Да, когда-а-а, ремень, давайте посмотрим. То есть, я бы сказал, что психолог мог бы помочь вам, допустим, мог бы помочь вам что-то в себе замечать. Вот. Психолог мог бы помочь вам, ну, что-то в себе заметить, что-то в себе увидеть, вот, такое, чего сейчас, например, вы не видите, чего сейчас, например, вы не замечаете. Вот. И как результат, как следствие, я бы сказал, это могло бы вам позволить. Лучше увидеть себя, понять себя, почувствовать. Что касается будущего, то будущее – это ваши цели. Ваше желание, ваше стремление, которые, ну, я имею в виду, вот, то, что у вас, то, что вам интереснее нравится. Да? Ну, это же, тогда риск, по сути дела, это, тогда риск, в определенной степени. И, как мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но если к риску вы не готовы, или, если вы, собственно, боитесь риска, ну, допустим, допустим, да, вы боитесь риска, вот, то, в таком случае, вам будет сложновато, конечно, вам будет сложновато. Ну, сложновато риск, вот, потому что вполне вероятно, что будет присутствовать некоторый страх. Я думаю, что, ну, примерно такой ответ можно вам дать, ну, плюс-минус, плюс-минус. Чтобы было, ну, чтобы, ну, вам было понятно. На этом, в принципе, все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя сделать определенные выводы, вот. Я надеюсь, что вы для себя, ну, чтобы вы поразмышляйте, ну, немножко над тем, как вы, как вы, как вы, ан, двигаться дальше, вот, куда и, ну, в какую сторону вам двигаться, вот, и, соответственно, я надеюсь, что вы ищите для себя, как будете действовать, как и мобильным, вы будете, вы будете действовать, ну, дальше я имею ввиду. Вот, поэтому все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, доброго, неудачи.